И мы сейчас с вами будем усиливаться до целого 15 уровня вампира. Таким образом вы сможете натренировать свою руку, можно так сказать, и наносить намного больше урона. Отпускаете и смотрите в кого мы с вами превратились. И всем привет, друзья, с вами Кротофан. И это вторая часть гайда по муду вампиризм на версию 1.12.2. Но перед началом просмотра я советую подписаться и нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Также хочу передать привет Алексею Морееву. Если ты тоже хочешь, чтобы я тебе передал привет, то просто пиши креативный комментарий, и возможно именно ты попадешь в следующее видео. Ну а мы начинаем. И сегодня я бы хотел вам рассказать, как открыть секретный 15 уровень вампиризма. Также про его оружие и про навыки вампира. Ну а мы давайте начнем с 15 уровня вампиризма. Об этом уровне ничего не говорится, но на самом деле на него можно будет перейти. И получить еще одно очко способностей. Для этого вам понадобится 4 колонны 3 высотой, также естественно их наконечники. И вместо того, чтобы в них заполнять какое-то золото, железо и так далее, вы берете эндерниковые кирпичи. Также 12 штук. Естественно вам нужно будет еще сделать вот такой вот наш алтарь инфузии. И поставить все примерно вот так вот. Кстати, также вам естественно понадобится 14 уровень вампира. Далее вам понадобится добыть вот такую чистую кровь, частота 6 из 5. Для этого вам понадобится обычный барон вампиров и книга вампиров. Давайте мы сейчас с вами выключим шейдер и сделаем ночь. И заспауним нашего барона вампиров. Вот я сделал ночь, заспаунил барона вампиров. И на самом деле нам понадобится не третий, а именно пятый уровень барона вампиров. Поэтому давайте мы сейчас с вами заспауним еще других баронов вампиров. Так вот у нас пятый уровень. Даем ему получается что книжку нашу вампирскую, вот эту книгу вампиров. И делаем его таким образом 6 уровня. И нам выпадет с него уже чистая кровь, частота 6 из 5. Кстати, давайте мы сейчас сразу себе сделаем максимальный уровень вампиризма. А именно 14 пока что максимальный. Сейчас мы с вами сделаем и 15. И вот мы его с вами убили и получили чистую кровь, чистота 6 из 5. Далее нам также понадобится 64 человеческих сердца, книг вампира и чистая кровь для ритуала. Ну как раз таки, которую мы сейчас с вами и получили. И еще нам понадобится надеть на себя вот такой вампирский плащ. Он делается вот так вот. Берем его и давайте мы на себя его наденем. Он на мне будет выглядеть очень плохо, потому что у меня стоит опять же мод Mobents. Далее идем к нашему алтарю инфузий и кладем туда нашу чистую кровь 6 из 5, 64 человеческих сердца и книгу вампиров. Далее выходим, нажимаем ПКМ, на нас накладывается сопротивление на 20 секунд. И мы сейчас с вами будем усиливаться до целого 15 уровня вампира. И вот мы с вами стали вампиром 15 уровня. Теперь у нас появилось получается что 14 очков умений вместо 13. Далее у нас идут вот такие вот новые мечи. Это искатели сердец. У нас есть их 3 разновидности. Это обычный, потом сделанный немножко из других материалов. И меч, который вы сможете найти только в данжах. Он как раз таки будет самый лучший. Первые 2 меча делаются вот таким вот образом. Здесь у нас используется специальное кровавое железо. В первом случае здесь у нас обычное кровавое железо, а в другом случае улучшенное кровавое железо. Улучшенное кровавое железо делается из 3 железных слитков и также чистой крови 5 из 5. А другое железо делается из любой другой крови. Как вы можете заметить наш последний меч, который вы сможете найти только в данжах, имеет наиболее лучшие характеристики. И также смотрите у него есть зарядка 0%. Нам нужно будет его заряжать между прочим кровью. Позже мы с вами разберем как это делать. И обученный 0%. Это означает то, что если вы сейчас его возьмете в руки и будете кого-то бить, тогда вы будете бить очень неэффективно и вообще наносить будете очень маленький урон. Но с каждым убийством этот меч будет повышать свою обученность и таким образом привыкнет, так сказать, к вам и вы сможете бить при помощи него намного лучше. Но кстати, перед тем как бить им, лучше всего его зарядить кровью, потому что просто будет урон очень маленький. Вот кстати, как вы можете заметить, мы сейчас с вами убили скелета и прокачали его на 10%. Но перед тем, как мы с вами разберем способ зарядки его, мы давайте с вами рассмотрим еще и такой вот пронзатель сердец. У нас есть также обычный, улучшенный и особый. Особый вы сможете найти только в данжах. И первые два будут делаться вот так вот. Это в общем-то у нас те же самые искатели сердец, они у нас имеют такие же механики, только будут наносить больше урон. Далее давайте мы с вами разберем, как же все-таки заряжать эти мечи. Для этого вам понадобится вот такой вот кровавый пьедестал. Он делается вот так вот. Берем его, также берем контейнер крови и как можно больше крови. Ставим контейнер крови на землю, на него мы с вами ставим кровавый пьедестал и заливаем наш контейнер крови как можно больше крови. Сколько хватит, столько туда и заливайте. Далее вы просто кладете ваш меч, любой вот этот либо искатель сердец, либо же пронзатель сердец. На этот столик и он начинает заряжаться Когда перестанут идти вот такие вот частички Это будет означать то, что вы полностью зарядили ваш меч Ну вот допустим мы его с вами подзарядили Забираем его давайте И давайте посмотрим на его характеристики Вот он у нас зарядился на 36% И обученность у него 0 Далее давайте мы с вами кого-нибудь убьем Давайте опять же скелета Так вот мы 18 урона наносим Убиваем и получаем обучение 9% Таким образом вы сможете натренировать свою руку Можно так сказать И наносить намного больше урона Ну а далее давайте мы с вами разберем способности вампира Для этого вам понадобится нажать на английскую кнопочку P У вас откроется вот такой вот интерфейс Сверху у вас будет показываться Сколько-то свободных очков умений Они у нас будут зависеть от нашего уровня И давайте мы с вами разберем нашу первую способность Это ночное зрение И вот мы видим то, что у нас ночное зрение сейчас активно Для того, чтобы его выключить по умолчанию Вам нужно будет нажать на кнопочку N Вот у вас выключается ночное зрение Опять же нажимаем и у вас оно включается Следующая способность это регенерация Открываем ее. Чтобы ее активировать, по умолчанию вам понадобится зажать кнопочку R английскую, и у вас тогда появится такой вот интерфейс. Вы выбираете регенерацию здесь, то есть правую вот эту способность, и на вас накладывается регенерация и также жажда, потому что вы потратили немножко своей крови для активации этой способности. Также эта способность имеет кулдаун, то есть перезарядку, и как можете заметить, она длится довольно-таки долго. Следующая способность это обратиться в летучую мышь. Эта способность также будет активироваться при помощи нашей кнопочки R, вы зажимаете ее и выбираете обратиться в летучую мышь. Отпускаете и смотрите в кого мы с вами превратились. А мы с вами превратились в летучую мышь. У вас также будет всего лишь 2 хп, поэтому вас будет очень легко убить, и будьте очень осторожны. Но вы сможете спокойно летать по миру, и в общем-то очень удобно даже перемещаться. Чтобы обратно стать человеком, опять же зажимаете кнопочку R, и выбираете обратиться в летучую мышь. Все, вы стали человеком. Далее у нас идет развилка на 3 ветки. Вот у нас первая левая, вторая посерединке, и третья вот у нас последняя вот здесь вот. Давайте с вами сначала разберем первую ветку, и первая способность в этой ветке это вампирская ярость. Давайте мы ее с вами откроем. Для того, чтобы ее активировать, вам понадобится опять же зажать на R и выбрать здесь вампирскую ярость. Все, смотрите, у нас так вот экран покраснел, и теперь мы с вами наносим намного больше урона, быстрее перемещаемся, и вообще мы, в общем-то, находимся с вами в ярости. Это, кстати, тратит вашу кровь, поэтому будьте очень внимательны. Следующая способность в этой ветке это продвинутый охотник. Активируем ее. Это, в общем-то, у нас такая пассивная способность, при помощи которой вы сможете просто быстрее высасывать кровь из вашей жертвы. Далее у нас идет такая способность, как добиватель. Это у нас также пассивная способность, при помощи которой вы сможете добить мгновенно просто при помощи либо же пронзателей сердец, либо же искателей сердец, моба какого-то, либо вообще любого игрока, если у него будет меньше 25% здоровья. Следующая способность это заряд темной энергии. Эта способность, можно сказать, что лук вампира. Вы зажимаете R, выбираете заряд темной крови, и смотрите, у вас выстреливается вот такая вот темная кровь. Давайте еще раз это протестируем, активируем ее, и вот такая вот у нас здесь кровь вылетает из нас и дамажит нашего вампира. 6 урона наносит. Далее у нас идет такая способность, как кровавая зарядка. Эта способность у нас является пассивной, и для того, чтобы ее проверить, вам понадобится искатель сердец, либо же пронзатель сердец. Берем, допустим, искатель сердец, далее нажимаем Shift и ПКМ. И смотрите, что мы с вами делаем. Мы с вами немножечко заряжаем этот меч. То есть, смотрите, вот мы с вами себя кровь выкачиваем, и заряжаем этот меч нашей кровью. Но, естественно, наша кровь будет также тратиться. И последняя способность в этой ветке, это заморозка. Эту способность также нужно будет активировать. Вы просто зажимаете R, выбираете заморозку, и все существа в радиусе будут замораживаться. Давайте мы сейчас с вами это еще сделаем. Так, у нас здесь идет очень большая перезарядка. Но, в общем-то, эта способность будет очень полезна где-то в толпе. Вы сможете просто всех вокруг себя заморозить и убежать. Далее, давайте мы с вами рассмотрим вторую ветку. И первая способность в этой ветке, это вызыватель летучих мышей. Эту способность вы сможете активировать только в образе летучей мыши. Давайте станем летучей мышкой. Зажимаем R, и вот у нас появилась такая способность, вызвать летучих мышей. Делаем это, и у нас появляются вот такие летучие мыши. Далее, мы с вами сможем открыть только одну из двух способностей. Это либо же уменьшает урон от солнца, и название, думаю, все понятно. Либо же водостойкость. Эта способность теперь предотвратит ваши всякие негативные эффекты в воде. Давайте мы с вами активируем это, и пойдем теперь в воду. Потому что до этого на нас накладывалась всякая слабость. А теперь мы с вами сможем спокойно перемещаться по воде, и, в общем-то, не испытывать никакого дискомфорта. Далее идет такая способность, как бережливый вампир. Эта способность является пассивной, и она будет уменьшать жажду вашу. То есть у вас будет намного меньше тратиться кровь. Далее идет маскировка. Эту способность, опять же, нужно будет активировать. Активируем ее при помощи нашей кнопочки R, и теперь на вас не будут нападать охотники на ведьм. Правда, не очень продолжительное время, но думаю, что вам этого хватит. Далее идет такая способность, как ограничение урона. Эту способность также нужно будет активировать. Давайте мы это с вами сделаем. И теперь вам не будут наносить очень большой урон, но у вас будет тратиться кровь. Но зато вас не смогут очень быстро убить. И последняя способность в этой ветке, это невидимость. Как следует из названия, эта способность позволит вам стать невидимым. Давайте мы с вами это сделаем. И вот, смотрите, мы с вами активировали. И вот так вот мы с вами выглядим. То есть вообще никак, потому что мы с вами стали невидимыми. И нас вообще никто не будет видеть. Но если вы наденете на себя броню, тогда вас все-таки увидят. И вот мы с вами подобрались к самой последней ветке. Первая способность в ней, это защита от солнца. Вы ее сможете активировать при помощи R, опять же. Вот так вот вы делаете. И теперь вы не будете гореть на солнце. Правда, не очень-то продолжительное время. Но если вам нужно будет куда-то срочно перебежать, тогда думаю, что вам этого хватит. Далее вам нужно будет выбрать что-то одно из двух. Это либо скорость, либо прыгучесть. Я рекомендую здесь выбирать скорость. Потому что вам это дает довольно большой буст. Потом у нас идет такое вот кровавое зрение. Это зрение вы сможете активировать при помощи кнопочки N. Нажимаете. У вас вот так вот все очень сильно мутнеет. Но теперь вы будете видеть всяких существ сквозь блоки даже. Вот, как вы можете заметить, у нас обводятся всякие существа. Потом у нас идет такая способность, как избегаемый криперами. Как следует из названия, вас теперь будут бояться криперы. И смотрите, все, он просто от нас бежит прямо очень быстро, прямо как от кошки. Потом мы с вами сможем выбрать только одну способность из двух. Это либо же чесночное кровавое зрение, либо же перспектива. Перспектива позволит вам увеличить расстояние тумана в вампирском лесу. Но вы можете просто выключить этот туман в настройках, поэтому я вам просто не советую активировать эту способность. А советую выбирать чесночное кровавое зрение. Вот так вот оно у вас будет выглядеть, и оно позволит вам видеть сквозь блоки зараженных существ. То есть зараженных жителей, которых вы не сможете бить, потому что у них можно сказать, что чесночная кровь, и вы будете просто умирать. И последняя способность в этой вот ветке, это телепорт. Он у нас активируется также на кнопочку R. Вы выбираете место, куда вы хотите телепортироваться, наводитесь туда и нажимаете на телепорт. Если это будет слишком далеко, то вас просто не телепортируют. Выбираем, допустим, вот сюда вот, хоп, и вот так вот мы с вами телепортируемся. У этой способности есть также перезарядка. Ну а с вами был Картофан. Обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте, и также нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Всем удачи и всем пока!